Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые коллеги, контрагенты. И это видео будет несколько рекламным. В каком смысле не рекламой в чистом виде, но интересным. Это видео для медиков. В России десятки, сотни, нет, наверное тысячи медицинских организаций, в близко находящемся от меня крупном городе, а именно в Екатеринбурге, их наверное несколько сотен медицинских центров, различных родов лабораторий и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В Екатеринбурге их сотни. В нашем небольшом городе их три штуки, но в других городах тоже их десятки и сотни. Все они так или иначе живут, вся Россия, все медики, если это не какие-то специализированные организации медицинские, живут за счет медосмотров. Каждый глава медицинского центра мечтает о том, чтобы заключить договор с каким-нибудь близрасположенным предприятием и оказывать этому предприятию услуги медосмотра работникам, проводить обследование у врачей-терапевтов, офтальмологов, хирургов, неврологов, ну и так далее. Полный спектр, что требуется по медосмотрам согласно медицинской документации, нормативным документам. И так живут, и так мечтают жить большинство медицинских центров Российской Федерации. Медосмотры, медосмотры и еще раз медосмотры. Это единственный надежный, стабильный источник дохода от медицинской деятельности. Какие-то там терапевты между ними бегают, офтальмологи, трутся хирурги, что-то там вырезают. Это все неинтересно, это все копеечно. А вот заключить договор с предприятием для медицинского центра и оказывать услуги по медосмотру, это здорово, это мечта любого организатора от медицины. И поверьте мне, на этом живет вся наша российская медицина, буквально вся. На медосмотрах все сидят. Так вот, основным документом на данный момент регламентирующим проведение медицинских осмотров Российской Федерации является приказ Минздрава Российской Федерации или полностью Минздрав соцвозвития Российской Федерации, Министерства здравоохранения. Это приказ номер 749-Н. Это приказ по медосмотрам. Есть еще приказ 29-Н, но там несколько иное, не буду сейчас даваться в подробности. Большинство предприятий так или иначе проходят медосмотры по приказу 749-Н. Каждый начальник медицинской части, каждый начальник медицинского центра знает, на столе у него этот приказ лежит, они за счет этого приказа по медосмотрам живут. Далее, значит, в этом приказе сказано, что помимо осмотра у психиатра, у терапевта, у офтальмолога, у хирурга, работники должны проходить так называемые психиологические обследования. Всего там четко черным по белому указаны по четырем психиологическим методикам. Это ПЗМР, СЗМР, РДО и ММПИ. Ну, не важно, это не самое главное. Значит, заключается договор между медицинским центром и предприятием. И, соответственно, существуют так называемые, появились в России, они всегда были с 2001 года, вернее, даже с 1986 года. Ну, будем говорить с 2000-х, начало 2000-х. Появились психиологические лаборатории, которые по всей России проводят ПФО, так называемые, психиологические обследования. На данный момент они находятся на каждой из 11 атомных станций Российской Федерации и на каких-то крупных предприятиях, связанных с атомной энергетикой. Лабораторий не очень много, по моей информации, их чуть больше 30. Мы одна из них, и мы оказываем психиологические обследования, как это указано в приказе 749-Н, дистанционно. У нас, пожалуй, у единственной Российской Федерации разработано такое программное обеспечение, и мы можем это делать. Таким образом, уважаемые коллеги-медики, если у вас есть такое желание, соответственно, в рамках приказа 749-Н, мы можем и должны, у вас этих программ нету, вы не знаете, что такое ПЗМР, СЗМР и РДО, уважаемые руководители, организаторы от медицины, вы можете обратиться к нам по указанным телефоном, в частности, Бороздиный Виктор Николаевич, это я, директор, есть мой телефон, наш сайт и имейл. Вы можете к нам обратиться, и в рамках проводимых вами медосмотров вы скрываете, что вы проводите их не в полном объеме, у вас просто нет нужного, соответствующего программного обеспечения, психофизиологического, специализированного программного обеспечения по этим четырем методикам, чтобы проводить такое обследование. То есть вы нарушаете закон не в полном объеме, все без исключения, не в полном объеме, реализуя, проводя вот этот самый приказ, медосмотр по приказу 749-Н. И это так, и это правда. Мы монополисты в этом смысле. Соответственно, в рамках этих медосмотров у нас эта система отработана, мы работаем с четырьмя медицинскими центрами, и в рамках вами проводимых медосмотров мы оказываем вам искреннюю и настоящую помощь и поддержку, проводя со своей стороны психологические обследования, которые вам требуются проводить, которые вы не проводите, но легко можете это делать, спокойно, с помощью нас, благодаря нам. Соответственно, воспримите это, медики, уважаемые коллеги. Я сам медик и прекрасно все это понимаю. Значит, воспримите это видео, как некое общее коммерческое предложение. По приказу 749-Н вы можете с нами связаться со мной лично или с моими коллегами по указанным телефонам, адресам, на сайте все у нас написано, открыты все явки, пароли, как говорится. Вы можете с нами связаться и сможете, наконец-то, проводить медосмотры по приказу 749-Н честно, а не скрывая, что вы не проводите львиную долю этих самых медосмотров. У вас есть терапевт, хирург, офтальмолог, а психофизиолога у вас нет. И точка. Если есть у кого-то, то это 0,1% от 100. А во всех остальных случаях по всей России, не практически, а вы не найдете такого программного обеспечения, как у нас, которое позволяет провести в полном объеме так называемое ПФО, психофизиологические обследования, в рамках приказа 749-Н. На чмеды задумайтесь. Я знаю, о чем я говорю. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...